Всем привет! Сегодня будет такое небольшое видео, обзор и тест нового полетного контроллера от BetFPV, нового I.O. 3 в 1, а именно полетный контроллер ESC и ELRS, Matrix GX4 3 в 1 HD. Это полетный контроллер, который появился на рынке сразу же после выхода O4 юнита на DJI, и у которого заявлена полноценная поддержка именно этих O4 юнитов. А как мы помним, у O4 юнита основная проблема в том, что он оказался не совсем 1С, он работает нормально до где-то 3,5 вольт, заявлено 3,7, а на самом деле он отрубается где-то на 3,5-3,4, вот так вот. Данный полетный контроллер заявлен как работающий с O4 юнитом полноценно, поэтому очень интересно посмотреть, действительно ли это так. Поехали на стол. Но если какая-нибудь другая бы компания сделала свой VTX, который работает не на 1С, но все от него ожидают 1С, наверное бы это для нее закончилось плачевно. Но не для DJI. Как видите, как только DJI выпустил свой неправильный VTX, все бросились выпускать свои полетные контроллеры, вправляющие от недостаток. И вот один из первых этих полетных контроллеров у нас перед нами, это BTFP, напомню, Matrix 3 в 1. 3 в 1 это то, что у нас здесь полетный контроллер, есть C на 12 Ампер, что, кстати, не так уж и плохо, и встроенный ELRS 2,4 ГГц. OSD-чипа здесь никакого нет, поэтому, если что, вы не сможете использовать это с аналоговым никаким передатчиком, только по цифру это все заточено. Ну и в первую очередь, конечно же, как они объявляют, это все заточено по цифру от DJI. Любители коннекторов, как видите, здесь обрадуются с самого начала, коннекторы здесь напаяны. Напаян также у нас силовой провод с коннектором BT.2.0, но опять-таки это BTFP, поэтому чего будем свои коннекторы не ставить. В описании заявлено, что у нас здесь имеется два свободных UART, два полноценных UART нам доступны, но по факту, на самом деле, нам доступен полноценно только один UART. Второй UART нас занят ELRS. Если мы хотим использовать этот UART, нам потребуется тут что-то отпаять. Я, честно говоря, не помню, что не совсем понял по схеме, но что-то где-то надо будет попаять. На самом деле, это все не очень интересно, и делать обзор чисто на полетные контролеры тоже было бы бесполезно. Вот то, ради чего все это дело затевается. Для того, чтобы собрать дрончик на этом полетном контролере, нам потребуется, как я понимаю, только одна отвертка, которую я взял не ту. В комплекте с полетником к нам приходит еще кабель для подключения к USB, как обычно. BetaFPV не использует стандартный USB, а использует свой собственный коннектор. И к нам приходит коротенький провод для DJI-O4. Да, я все пытаюсь назвать его O3, но нет, это уже O4 Air Unit. Тот, который все мечтали назвать Light. А еще у нас здесь идет 4 резиночки, 4 черных и 4 белых болтика. В общем-то, и вся комплектация. Но, с другой стороны, полетник стоит 40 баксов, что мы от него еще хотим. Ну и что будет, наверное, плюсом для новичков, то, что для того, чтобы собраться на этом полетном контролере, нам не потребуется ничего, кроме отвертки. Потому что все у нас, что нужно напаять, у нас напаяно. Коннектор у нас установлен, то есть мы подключаем моторы в коннекторы. Силовой у нас уже напаян. И видеосистему мы подключаем тоже в коннектор. Основное, что я хочу сегодня узнать, это действительно ли данный полетный контроллер позволит работать O4 модулю при напряжении на батарейке где-то там 3,1 хотя бы вольта. Потому что на 1S квадриках обычно примерно до такого напряжения летают. Никто не летает до 3,5, потому что на 1S батке летать до 3,5 это вообще, считай, не летать. Хотя бы до 3 вольт, если он будет держать. Если он будет благополучно это все дело выдавать на бэк, уже будет хорошо. У меня такое чувство, что у меня с самого начала, но у меня, по-моему, с самого начала то ли шлейф криво припаян, то ли шлейф криво вставлен. Вот такой вот O4 модуль. Квадратная камера. Кто это придумал? Очень-очень странное решение от DJI. Но на самом деле нам пока даже собирать это все дело особо сильно не требуется. Минимально это все собрано. Единственное, что нам нужен вентилятор. Итак, 3,4 видео работает. Точнее, 3,4 практически все-таки. 3,2. Батка уходит практически на глазах. Мы еще ничего не делаем. 3,1. Да, 3,1. 3,0. 2,9. 2,8. 2,7. 2,6. Все. На 2,6 мы потеряли нашу связь. Ну, ну вот смотрите, что у нас получается. У нас получается чисто AR-Unit на 20 мегабитах, не в low-power start. Жрет 1,4 ампера. Ну, плюс еще полетник. Мотор у нас выключен. ЕЛРС у нас в режиме Wi-Fi. Да, конечно, тоже поджирает. Но чисто потребление 1,4 ампера с 1С батки. Это чуть пониже, чем у нас жрет тот же самый наш альдизировский модуль. И не помню, что у нас по сравнению с улиткой. Но батка уходит вот после... До 3,4 батка еще терпимо. А когда она начнет валиться, я так понимаю, где-то не после 3,3, 3,2. Не обратил внимания во время съемки. Хотя, да, начиная с 3,3 батка уже начинает валиться вниз просто. 3,3, 3,2, 3,1. Да, все. На этом лететь уже будет, честно говоря, нельзя. То есть вот тут уже 2,8, 2,7, 2,59. То есть 2,6. Это последнее, что мы увидели на нашей батке. Ну, то есть бета-фпи у нас не обманули. Бэк действительно у них есть, который позволяет нам высадить батку до 2 с копейками. Но физику не обманешь. Поэтому после тех самых 3,3 вольта на ячейке вам следует уже садиться. Потому что если вы где-то там хотя бы метрах в 500 от себя, в 300, да и, да, я думаю, в 100 метрах от себя на 3,3, вы не успеете долететь до себя до того момента, как у вас отключится питание. Потому что вот сейчас у меня все было выключено. Ну, а время вот, сами видите, между 3,3 и отключением видео было практически минимальное. Ну, вот, подводя итог. Да, IEO-матрикс от бета-фпи свои заявленные функции выполняет. Физику, конечно, она, к сожалению, не обманывает. Поэтому не рассчитывайте, что вы будете летать далеко и долго после 3,3 вольта. 3,3 вольта вам бы уже следовало подлетать к себе или летать где-то прямо практически вокруг себя. В остальном же интересный полетный контроллер. Первый полетный контроллер, который появился на рынке с заявленным поддержкой O4, который он выполняет. 12 ампер на IEO, встроенный ELRS. В общем, все как надо. На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем счастливо и всем пока.